а а аллилуйя салабах это все о вере когда мы проверяем их ежедневной нашей жизни мы обнаруживаем насколько много веры у нас есть ул а у вас когда вы сдаете экзамены в жизни ваше ежедневной жизни вы способны увидеть как много веры у вас есть когда кто то говорит я христианин я пастор амин креста я учитель я и пископ но если приглядеться к вашей повседневной жизни то вы обнаружите как много веры вы имеете а вот пустое заявление о вере не поможет нам совсем безнодержательно так это та жизнь с которой мы проживаем сегодня заявление веры пустое я христианин в то время когда это не так вот что мы можем показать и продемонстрировать я христианин это пустое заявление вера обнаруживается в простых вещах нашей повседневной жизни это значит фитс вера пустое потому что у нас нет иной жизни как у христиан как только жизни веры вера вера вы используете веру только тогда когда вам нужно исцеление это тот вид веры который указывает на то какого вида вы христианин вы используете веру когда вам нужно что то от бога бог помоги мне помоги у меня есть вера и пустое даже чтобы сесть вам нужна вера чтобы сидеть и встать верой сказать и аминь верой поклониться верой то есть и дни тупые фитс вера обнаруживается в простых вещах с нашей повседневной жизни до тех пор пока вы не узнаете насколько сильно вы нуждаетесь в боге но что касается вас то вам не нужен бог чтобы сесть и это большая ошибка вы не знаете насколько вам нужен бог но при этом вы претендуете называться христианином как многое зато самом деле остается бездействие во имя иисуса посредством помощи иисуса или когда вы встаете и произносите спасибо иисусу нет для этих вещей вам не нужен бог вы верите что может делать их сами макияж скажи своему соседу до тех пор пока вы не узнаете насколько сильно вы нуждаетесь в боге но я знаю что вы не осознаете этого знаете ли вы что бог нужен вам даже для того чтобы поприветствовать кого то как ваши дела все равно нуждаетесь боги чтобы произнести это посмотрите на меня я нуждаюсь боги чтобы повернуться я даже нуждаюсь чтобы что то поднять но как много из вас знает это и вы говорите что служите богу сэйдюла сан сатана связывает вас в тех сферах где вы не нуждаетесь в боге это то где сатана атакует вас сат сыптово сатана всегда атакует вас там где вы не нуждаетесь в боге когда вы хотите сесть это на такое как потому что знает что вы не будете призывать бога помочь нам кинуть измойку достать в суде бог не участвует ваша сила равна нулю скажи своему соседу сатана атакует там где ты веришь что не нуждаешься в боге как твои дела вы верите что вы не нуждаетесь бога сказать это и сатана тут как тут Он всегда мониторит вашу жизнь, изучая и узнавая те сферы, в которые Бог не вовлечен. В эти сферы он приходит и атакует. Ты хочешь молиться? Хорошо, я иду молиться, подожди меня. В то время как вы собираетесь не полагаться на Бога, и до тех пор, пока вы не приметесь молиться, до этого сатана подсекает вас. До тех пор, пока вы знаете, как сильно вы нуждаетесь в Боге, вы служите Богу. Вы не знаете, как сильно вы нуждаетесь в Боге. Вы думаете, вы не нуждаетесь в Нем для маленьких вещей, и вам нужен Бог для великих вещей. Вы нуждаетесь в Боге, когда доктор говорит вам, «Еди напиши Твое завещание, мы не можем более лечить тебя, только мучить и оставить вот то, что мы можем сделать». Затем ты бежишь Богу, но до тех пор, пока доктор говорит тебе, что они могут урегулировать Твое дело, ты не нуждаешься в Боге. Вы всегда приходите к Богу с делом, в котором уже все надежды ничтожны. Затем ты вовлекаешь Бога. Вы нуждаетесь в Боге, как только вы осознаете, как сильно вы нуждаетесь в Боге, вы начнете проживать восхитительную жизнь. Жизнь удовлетворенности. Далее вы откроете самих себя, что Бог говорит, что вы можете делать, кем Бог говорит, что вы являетесь, и чего Бог говорит, вы можете достигнуть. Знаете ли вы, что вы нуждаетесь в Боге, чтобы посмотреть на меня? Но вы не смотрите на меня без вовлечения Бога. Вы смотрите на меня, не вовлекая Бога, потому что вы не нуждаетесь в том, чтобы Бог был вовлечен в то, чтобы посмотреть на меня до тех пор, пока вы не ослепнете. Когда вы ослепнете, вы скажете, Господь, открой мои глаза, чтобы я мог увидеть этого человека. Посмотрите, вам не нужно призвать Бога, чтобы увидеть меня, потому что вы верите, что вам не нужен Бог для того, чтобы увидеть меня. Но когда вы слепые, вы просите Бога открыть ваши глаза и увидеть меня. Скажи своему соседу, ты пока не знаешь, как сильно ты нуждаешься в Боге. Не мой, не мой выбор, не мой выбор в вещах маленьких и больших. Будь моим путеводителем, моей силой, моей мудростью, моим всем. Будь моим путеводителем. Будь моим путеводителем, моя мудростью, моим путеводителем, моей силой, моя мудростью, моим путеводителем. Вы можете сидеть на своих местах. До того, как вы пришли сюда сегодня, ваши проблемы были сильнее ваших сил. Вы осознали, что вам нужно пойти в синагогу. Вы решали ваши дела самостоятельно. Вы думали, что эти вещи будут решены вами без проблем. Но они оказались над вами, и вы быстренько побежали сюда. Добро пожаловать до тех пор, пока вы не узнаете, насколько сильно вы нуждаетесь в Боге. Я знаю, насколько я нуждаюсь в Боге. Поэтому я молюсь все время. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я всегда в позе молитвы. Посмотрите на меня, я прошу Бога помочь мне повернуться. Смотрите, я говорю вам, что прошу Бога помочь мне развернуться. Я поворачиваюсь и говорю, спасибо, Иисус. Я нуждаюсь Бога, чтобы мне двигать ногами. Ого, Господь, спасибо тебе. Это то, как я молюсь все время, так как вы знаете, как сильно вынуждаетесь в Боге. То у вас есть причина, время, когда и как молиться. Серьезные ситуации происходят время от времени, но мелкие все время. Смотрите на меня. Если я не прошу Бога помочь мне, то я и не могу двигаться. И сейчас хорошо, Господь, спасибо, я двигаюсь. В это же самое время я произношу молитву, спасибо тебе за силу говорить слова. Я разворачиваюсь снова, говорю спасибо, что дал мне силу повернуться. Если я хочу лечь спать, я поступаю точно так же. Всякое время я пребываю в молитве, потому что я нуждаюсь в нем всегда, чтобы я не делал. Я осознаю, как сильно я нуждаюсь в нем, и нуждаюсь в том, чтобы Бог участвовал во всем, что я делаю. И далее, нет такого момента, когда бы был перерыв. Ваша проблема в том, что вы не знаете, как сильно вы нуждаетесь в Боге. Те сферы, в которые вы верите, что вы не нуждаетесь в Боге, являются теми сферами, куда сатана вторгается. Эти сферы, где вы не считаете, что вам нужен Бог, это путь для сатаны, где он наносит сокрушительный удар. Вы создаете путь, и возможно для сатаны входить к вам. В то время, когда вы считаете, что вы не нуждаетесь в Боге, сатана вторгается регулярно. Он использует все эти мелкие вещи, там, где вы уверены, что можете справиться сами, в то время, как у нас. Нисколько нет силы сделать ничего. Чтобы не пропустить нуждаясь в Боге, это не было. Доволя, необходимо в этот период. Скажите, как сильно ты нуждаешься в Боге. Тебе нужно узнать, как сильно ты нуждаешься в Боге. Я не слышу вас, повторяйте вновь, и вновь. Стандарт. Встаньте тысяча, коллега. Стандарт. Просите ли Бога помочь вам встать? Это проблема. Где ты возьмешь силы для того, чтобы встать? Но почему тогда ты не вовлекаешь Бога в это? Это обозначает, что ты используешь только свою силу, чтобы встать. Я могу видеть причину, почему твой спиной мозг поврежден. Давайте все встанем. Садитесь. Ответьте мне на вопрос для начала, призываете ли вы Бога? Когда вы начинаете признавать и осознавать, что вам нужен Бог, даже в маленьких вещах, вера становится проявленной в мелких вещах вашей обычной жизни. Если вы желаете брать верх и становиться победителем, в полном смысле этого слова, то вам необходимо осознавать, как сильно вы нуждаетесь Бога. Можете ли вы поприветствовать ваших соседей? Поприветствуйте наших соседей, нуждаетесь ли вы Боги? Можете ли вы сделать это самостоятельно? Призываете ли вы Бога? Хорошо. Улыбнитесь. Призываете ли вы Бога, чтобы улыбнуться? Возьмите это от меня, это будет благом для вас. Сатана очень коварная личность, с тактикой и обманом вы должны взывать к Богу. Те сферы, в которые вы терпите поражение, не вовлекая Бога, сатана использует их. Вы нуждаетесь в Боге и в молитве, чтобы лечь спать. Вот почему вы должны быть готовы молиться, сидя на кровати. Вы издаетесь Богу, прежде чем склонить голову к подушке, вам нужно позвать к Богу. Именно потому, что вам нужен Бог, поэтому вы долгое время медитируете, пока в итоге не заснете. Вы молитесь, прежде чем встать и пойти куда-нибудь. Тогда нет никакого способа для сатаны. Те сферы, когда проникают трудности в вашей карьере, в бизнесе, здоровье, даже в браке. Те сферы, когда проникают трудности в вашей карьере, в этой сфере, в этой сфере, вы найдете трудности в вашей карьере. Единственное, кто охраняет вас, никогда не спит. Почему же вы спите? Если вы не молитесь, значит вы спите. Он оберегает вас 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Вы можете призвать его 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и вовлекать его в ваши дела 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Как вы смотрите на меня? С участием ли Бога? Что-то происходит в вашем сердце? Спасибо, Иисус. Просто. Спасибо. Достаточно. Это достаточно просто. Спасибо, Иисус. Как вы смотрите на меня? Когда я призываю Бога, говорю Ему, спасибо тебе, Иисус. И когда я не понимаю, что это означает, я прошу Его, пожалуйста, дай мне непонимание. Спасибо, Иисус. Просто. Спасибо. И все. Когда вы хотите себе скажите спасибо, если хотите встать танцевать, скажите спасибо, Иисус. Когда он слышит ваши слова благодарения, он открывает вам взаимоотношения. Он дает вам слово, чтобы говорить спасибо, Иисус. Вы не увидите движения моих губ, но я говорю что-то, что я говорю, спасибо тебе, Иисус. Вы никогда это не заметите, потому что я не включаю в этот процесс мою плоть, мое тело. Я никогда не подключаю тело к этому процессу. Из этого следует, что для меня возможно делать разные вещи вне плоти. И вы сейчас слышите меня, я не смог бы вам ответить. Если я захотел бы вам ответить, мне нужно было бы прекратить говорить спасибо, Иисус. А, что ты говоришь? Потому что я не включаю в этот процесс мою плоть. Потому что мы все находимся в духовной битве, и если оружие воинствования нашего плотские, тогда мне нужны были бы револьвер или сабля. Если оружие воинствования нашего плотские, тогда мне нужны были бы револьвер или сабля. Но оружие воинствования нашего не плотские, потому что мы находимся в духовном сражении. Я отдаю и принимаю, отдаю и принимаю, но если я буду только отдавать, но не буду принимать, то тогда наступит момент, когда я иссякну. Верно, я отдаю вам, и я должен принять. Для этого мое сердце должно быть подключено к Богу. В то время, когда я отдаю, я принимаю. Вы отдаёте, но не принимаете. Вера – это прежде всего верующее сердце. Скажите это. Вера – это верующее сердце. И еще раз. Вера – это верующее сердце. Это вера. Соболосы. Если кто-то спросит вас, что такое вера. Вера – это верующее сердце. Говорят, вера – это способность что-то сделать. Нет, это термин. Проще говоря, вера – это верующее сердце. Когда вы живете верою, двигаетесь верою, говорите верою, тогда вы можете делать разные вещи, например, сказать, как твои дела. Послушайте мне, я разговариваю с Богом, если я иду и говорю, как твои дела, но одновременно я говорю с Богом, потому что мое сердце есть вера. Если я хочу говорить с вами, это не значит, что я должен остановиться, говорить с Богом. Я могу говорить с Богом и в то же время говорить к тебе. Да, потому что это мое сердце. Господь, я хочу быть, как Иисус, сокрытый в моем сердце. Господь, я хочу быть, как Иисус. Сокрытый в моем сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Once again Субтитры создавал DimaTorzok 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 спасибо а я депутат из отца и зависти ли вы от бога в том что даже есть что вы сказали так как и соус спасибо иисус так как и соус и вновь с тем он любит это когда вы признаете его когда вы знаете что он может быть полагать если не было во всем в чем он путь и негативного и снова в области если он не является одной из них и смысл на которые вы можете положиться он не единственный объявить и сел вы строите планы хорошо я собираюсь церковь у меня там 12 встреча и вы делаете все эти вещи а он единственный с которым нужно строить свои планы если вы строите план только с ним вы не потеряете этот план потому что он не квартирант он домовладелец проблема которую мы имеем сегодня то как мы воспитаны ауа о воспитании по прежнему существует об плене но мы можем не быть связаны с нашим воспитанием в нашей духовной жизни оба спорта что она воспитание христиане исповедуют об я обновлении вот вы все еще не те кем называет вас бог вы похожи на кого то ваше достижение как у кого то вы выглядите как кто то вы говорите как кто то ваше поведение вообще как чьи это как бы компания москва так наше свое время на таборье доме с юбико пикатрику от покупателя перед нами а если бы евреи вам следует быть уникальным и условно чтобы производить разницу вы гонитесь за тем то чем другие гонят на пасхи и другие достигают и вы хотите достичь и дискотеку оттуда я могу не уникальный ни в одном из ваших путей если есть какая либо уникальность твоей жизни дай мне знать на подбор он может быть вашего волоса у вас светлые волосы вы выглядите высоким или очень богатые нет ни одного из такого богатого как вы или вы красноречивый оратор нет вы не уникальны ни на одном из множества путей вы всего лишь как все остальные и почему это потому что этот мир застойный не было никаких изменений в мире за последние множество лет с того времени как я родился я не видел каких-то изменений в мире не все такое же ученые не могут пробиться дальше есть проблемы в мире нет изменений в экономике нет прорыва и среди ученых нет прорыва в любой области ухопа в культуре в культуре в кухонах и сакула пола когда у нас нет прорыва мы продолжаем ходить по кругу жизни что мы использовали это то о чем мы работали с использованием плане идея которой мы заявляли в прошлом это та же мысль которой мы до сих пор декланируем мы до сих пор провозглашаем те же мысли десктуре заявляли в прошлом 50 лет назад вот они разница обнаружения но ничего нет больше куда мы идем выиграть об этом году когда вы приезжаете в аэропорт вы узнаете что нет больше самолетов мало самолетов мы терпим крах в этом мире 5 лет назад из-за аварии и кризиса в мире была прекращена эксплуатация самолетов безусловно и надевать от солнечной энергии как вы говорите кажется не является надежной это еще не подтверждено что мир может рассчитывать на том это кризис мире нет больше открытий но у молки скопы и киберси удачи и мы продолжаем соль и старые раскрутки перерабатываем перерабатывая сакулинг куда мы идем в рекой а вот и бюджет оси секунды я даю вам только секунду или две минуты подумать о вашей жизни вы и европа вы и из азии откуда вы вы из африки хорошо садитесь и подумайте если есть любое открытие в мире в вашей области мы истерпим идеи и у вас с вами мы истерпим идеи потому что мы терпим неудачу в том чтобы носить бога с собой поскольку в сфере тупо регул англо мы терпим поражение в том что вы осознавали как сильно мы нуждаемся в боге одно и не трудно вам вынуждаетесь в том чтобы осознать как сильно нужен вам бог и не дают комико вынуждаете боги когда принимаете то что когда наносите макияж одеваясь вам нужен бог когда вы смотрите зеркало у нас будет готовить форс момент когда вы осознаете как сильно вынуждаетесь боги когда вы это будет не 24 часа в сутки и семь дней в неделю разрыв связи с богом это вступление в отношения с сатаной потому что не существует вакуума в реальном мире вы либо тьма либо свет когда вы выходите из света выступаете во тьму но ваша вера не практична вера должна быть практичной вы должны иметь пример веры чтобы продемонстрировать как вы верите потому что вера которая в вашем сердце реализуется посредством веры если я говорю я верю я должен показать что я верю моя вера должна быть практичной если я верю то где моя вера я верю в Иисуса Христа в моего спасителя моего господа хорошо ты веришь что он господь твой спаситель но где твоя вера вера практична не бывает абстрактной веры она должна быть практичной если у вас есть вера и она непрактична определенно у вас нет веры практика до следует я верю хорошо где твоя вера вера в нашем сердце может быть выражено только путем веры так итак вопрос к вам а я креста являетесь ли вы христианами так любили означает ли что вы верите в иисуса как господа и спасителя да хорошо покажите мне вашего спасителя через веру